Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз пришел процессор i7-640M. Недаром здесь рядом лежит ноутбук Toshiba A661EN. То есть мы будем менять Core i5-460M на Core i7. Данный процессор, как понимаете, уже не выпускается, поэтому пришел с разбора другого ноутбука. Продавец дает гарантию один год. Посмотрим, что пришло. Заменим Core i5 на Core i7. Итак, вот пришло в таком варианте, ну помимо стандартного желтого пакета, чтобы его уже не доставать. Внутри находится блистер, в котором находится, во-первых, термопаста китайская, ну и сам процессор. То есть вот, я уж не буду доставать, то есть достану тогда, когда будем непосредственно менять. Так, ну и давайте приступим к делу. Заменим процессор, заодно почистим воздухоотводящую систему, систему охлаждения данного ноутбука. Причем из сателлита A660-1EM данный ноутбук превратится в Cosima F60-F140. Итак, перед заменой процессора i5-460M, который стоит в настоящее время в Тошибе A660-1EM, на новый процессор i7-640M, то есть проведем толстые известных программ, как KPU-Z. Ну, здесь показано о процессоре информация на настоящий момент. Кэш, материнская плата, память, дальше два слота памяти в дуо-режиме, память одна и та же, замена здесь на моем канале. Так, графический встроенный в процессор, карта, ну и графическая карта, дискретная, которая установлена при переходе на энергоресурсное приложение. Так, ну и проведем бенч для определения производительности процессора, как в многопоточном режиме, так и в одиночном режиме. То есть, и получили вот такие данные. Так, при переходе с одного процессора i5-460 на i7-640M, стало возможным благодаря вот этому сокету, ну и разъемы R-PGA. То есть, здесь разъем, так называемый процессор с ножками, который достается и заменяется. Если было бы буква вместо P и буква B, то процессор припаяем непосредственно к плате и без специального паяльной машины, то есть вы его не достанете. Поэтому замена возможна, но только если у вас есть эта паяльная машина, либо в сервисном центре придется платить денежки для установки нового процессора. Так, ну и давайте быстро пробежимся по второму известному тесту i6-4 Extreme, ну и посмотрим, что у себя в данном варианте представляет из себя настоящий процессор, который установлен по умолчанию. Так, ну и также давайте пробежимся по тестам, тоже они были проведены, когда машина была не загружена и получены следующие результаты. Так, ну вот мы посмотрели, ну и чуть позже посмотрим результаты на процессоре i7-640. Перед принятием решения о модернизации процессора, лучше всего сходить на KPO Upgrade, найти ваш процессор, ну и посмотреть спецификацию, ну и также здесь представлены процессоры, которые позволяют в этой линейке модернизировать ваш ноутбук. Ну и в моем случае точно у нас стоит процессор Core A5-460M, ну и лучший вариант замены, это крайний i7-640M. Характеристики у них совпадает, хотя если посмотреть, как у Z, то здесь стояло 25 ватт, TDP, а здесь 35, но чуть позже я скажу, почему именно взял этот. Ну и как видим, то есть здесь вот написано, что были различные тесты, ну и усредненное значение, то есть превышает исходный процессор на практически на 13% чуть выше. Хотя в других тестах, если посмотреть, ну минимальное значение 9, максимальное 23%. Поэтому и меняется Core A5-460M на Core A7-640M. Ну и почему было принято решение на сателлитию H61-1 менять Core A5-460M на Core A7-640M? Тем, что нашел я второй ноутбук в лучшей категории Cosmeo F60-140. Ну и посмотрел характеристики, фактически они совпадают как по памяти, как по дискретной видеокарте, так и по другим характеристикам. Единственное отличие, только здесь в экране, здесь 16 дюймов, здесь 16,6 дюймов. Ну и здесь дополнительно стоит Blu-ray привод и стоит TV-тюнер. Хотя изначально в этот ноутбук сателлит тоже вставился TV-тюнер. Ну а все остальное практически одинаковое. Что у Papylite, что у Cosmeo. А, ну еще одно отличие это поддерживает гигабитную сеть. Так, ну а все остальное идентично, даже эти вентиляторы и система охлаждения идентично. Вот так вот можно получить из сателлита A660 Cosmeo F60-140. Так, ну давайте разбирать данный ноутбук. То есть понадобится нам часть инструментов. Так, ну и первым делом, что мы делаем, переворачиваем. Так, достаем аккумулятор. Так, на всякий случай нажимаем кнопку Power, чтобы убралось все то электричество, которое накопилось. Ну и освобождаемся от винтов жесткого диска и нам нужно попасть сюда. То есть здесь находится процессор. Так, для этого берем отвертку и приступаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 посмотреть и увидеть дальше кэш увеличился третьего уровня вместо трех стало четыре что тоже положительно то есть ну материнская плата не изменилась память осталась та же в долл-режиме которые мы меняли есть на моем канале то есть слота те же самые транс дент графический здесь тоже на процессоре есть встроенная графика ничего не поменялось так ну и результаты улучшения то есть можно сопоставить с тем что показывал а и 5 460 м в этом же тесте давайте посмотрим на новую конфигурацию компьютера также в аиде hc4 ну и видим общую информацию здесь нам только нужно именно информацию о замене процессора дальше можно посмотреть разгон то есть на 23 процента можно разогнать данный процессор так портативность здесь главное посмотреть что можно поставить в этот разъем какой процессор на смену i5 460 м ну то есть я одного семейства поставил только отличие не i5 а i7 то есть вот этого семейства то есть можно еще вот это семейство поставить но не факт что заведется так дальше датчики температурная ну и непосредственно оборудование то есть процессор загрузка ядер дальше что он из себя представляет и что может то есть это можно сопоставить с другими видео где я модернизировал данный ноутбук системная оплата память дальше две планки установлены и самым чипсет поддерживать какую память но здесь осталось без изменений ничего нового то же самое bios и данный вариант так ну и давайте быстренько пробежимся по тестам который я провел специально на холостом режиме то есть когда компьютер отдыхал что и было сделано в предыдущем варианте когда был i5 но по памяти может быть и нет каких-то кардинальных изменений хотя не факт так ну и вот самое главное при изменении процессора то есть мы перешли на новый уровень по разным критериям процессором в одном случае мы передвинулись на 120 мест вперед то есть но и видим что мы приблизились от к этому процессу раньше были от него далеко но и в каком то месте мы даже его и обвиняем ну и в каком то месте мы даже его и обвиняем так модернизации я доволен то есть особенно видеоредактирование несмотря на то что можно было здесь поставить другой процессор но не факт что он заведется поэтому всем удачных модернизаций всем спасибо за внимание кому это было полезно всем удачных покупок распаковок до следующих видео и до свидания и